Фукси Я упаковываю черенки для пересылки немного по-другому Сегодня покажу, как я это делаю Вот такой черенок будем запаковывать Мох заливаем водой, даем ему напитаться, а потом лишнюю воду отжимаем Если мох свежий, это отлично Но не всегда такой мох есть, так и не годится сухой При помощи палочки аккуратно закрываем мухом Всю поверхность грунта в стаканчике Очень важно найти баланс влажности Чтобы черенок у нас в дороге бесподливый не засох И чтобы не загнил Поэтому я советую поливать его накануне, а не в день упаковки, отправки И стараться не разводить лишней сырости Мох поможет нам сохранить грунт влажном и предотвратить просыпание Некоторые цветоводы вместо мха используют ватный диск Я не пробовала, но думаю, что это тоже нормальный вариант Куском целлофана закрываю мох и закрепляю скотчем Я слышала, что некоторые поливают черенки перед отправкой фунгицидами против гнили Но сама я так никогда не делала И честно говоря, не могу судить, насколько это эффективно Фиксирую покушку скотчем вокруг стаканчика и сверху Теперь разрезаю пластиковую бутылку и помещаю упакованный черенок внутрь бутылки Бутылка прекрасно держит форму, а внутри нее лучше сохраняется возможность Не всегда черенок удается легко приместить внутрь Возможно, тогда бутылку придется разрезать полностью Выбираем бутылку с тем расчетом, чтобы черенок полностью убрался в нее по высоте Чем меньше бутылка по диаметру, тем плотнее встает внутренний стаканчик Чтобы черенок меньше болтался, внутри бутылки, если есть там свободное место, откладываются лоханом при помощи палочки Конечно, компактные черенки упаковать проще, да и пересылку они, по-моему, лучше переносят Можно прикрепить стаканчик к бутылке с теплером, но это, к сожалению, не всегда получается Через горлышко бутылки вставляем внутрь палочку Это будет распорка Она фиксирует черенок Если одной распорки покажется мало, можно добавить еще И фиксируем две половинки бутылки скотчем Для того, чтобы была вся какая-то вентиляция, можно сделать небольшие оберзли в бутылке Закрываем бутылку так, чтобы распорки упирались в дно и в крышку В таком виде упакованный черенок можно транспортировать и стыкнуть их ногами Конечно, я не скажу, что этот способ упаковки идеальный Но в большинстве случаев все мои черенки, упакованные таким способом, доходили нормально Особенно, если доставка занимала не больше недели Случались потери, но они были единичные И лишь однажды была у меня полная неудача Но это произошло летом И, конечно, я для себя сделала вывод, что чем прохладнее, тем для пересылки лучше Чтобы они внутри не болтались, можно зафиксировать бутылочку на ту собой скотч В порядке эксперимента я таким же способом отправляла черенки, которые дали корни в воде но не были высажены в грунт Это еще проще Оборачиваем корни мхом Помещаем аккуратно черенок в бутылку и закрываем крышкой Все Точно так же можно запаковать черенки и без корней Более подробно об этом экспериментальном способе пересылки можно прочитать в нашей группе Фуксимани Там же вы найдете подробные отзывы наших участников И сегодня все Тему пересылки продолжим в следующий раз